Добрый день! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Экономикс», где мы обсуждаем самые важные и актуальные события из мира экономики и финансов. Здравствуйте! Ситуация в банском секторе – это всегда актуальная тема. 2017 год – это 10 лет спустя после самого крупного финансового кризиса. О том, как изменилась мировая банковская система и какие последствия претерпел российский финансовый экстерклер, сегодня обсуждаем с руководителем кредитно-кассового отделения «Альфа-банка» «Казань-Восход» Филипповым Владиславом Леонидовичем. Владислав, добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо за то, что пришли к нам в студию. И действительно, Дима отметил, что прошло ровно 10 лет спустя самого крупного финансового кризиса во всем мире. И я думаю, это хороший срок для того, чтобы подвести некоторые итоги, провести параллели, охарактеризовать по-другому с другой стороны этот кризис и поговорить о текущем состоянии экономики и финансового сектора с учетом тех изменений, которые произошли за последние 10 лет. Вот для того, чтобы зритель был осведомлен о том, что произошло 10 лет назад, могли бы вы дать краткую характеристику кризиса 2007-2008 года? Какие были причины, какие последствия и что произошло? Ну, на самом деле, описаний кризиса достаточно много, оценки разнятся. Очень много теорий, очень много и практики по этому кризису. На самом деле, кризис достаточно серьезный. Его сравнят так, по аналогии с кризисом 1929 года, который называется Великой депрессией. И, соответственно, тот урон, который нанес этот кризис, мы его ощущаем до сих пор. Я могу даже применить такое слово, что расхлебываем мы его, эти последствия. И причиной послужило, ну, как обычно, одной причины не бывает. Это комплекс причин, комплекс действий, как участников рынка, так и регулятора, можно так сказать, в лице ФРС. И все это вылилось в такую острую фазу в 2008 году, когда, как говорится, пиком стал крах инвестиционного банка «Лемон Бразерс». Вот что изменилось конкретно за последние эти 10 лет в банковском секторе, имеется в виду, в глобальных масштабах, в том числе за счет последствий мирового финансового кризиса? Ну, я скажу, что мы продолжаем жить, но жить мы продолжаем с большими накопленными долгами в мировой финансовой системе. Причем мы живем с этими долгами, и нет экономической теории, нет даже объяснений тому, как нам быть с этими долгами. Да, долговая проблема, конечно же, важный фактор, и в дальнейшем мы еще коснемся этой темы. Если говорить о российском банковском секторе, то он вслед за американским, европейским, тоже ощутил на себе, как и другие развивающиеся страны, последствия данного кризиса. Как именно сказался мировой финансовый кризис на России? Ну, мы, начиная с 1991 года, стали участниками, глобальными участниками мирового финансового рынка. Естественно, нас это коснулось, и коснулось достаточно больно. Можно сказать, что несмотря на то, что мы не были прямыми участниками кризиса 6-8 года в США, но так как мы развивающаяся экономика, нас это коснулось достаточно больно. И мы потеряли, как участников рынка, начиная от таких, как, например, испытывал проблемы связь банк, которой была оказана финансовая помощь государству. Мы потеряли таких участников, как Китфинанс, были проблемы, и тоже потеряли участника инвестиционного рынка Ренессанс Капитал. Были проблемы с резким падением фондовых индексов, наших российских фондовых индексов. Причем падение было достаточно острое, что вызывало маржин-колы у участников рынка, и рынок обвалился еще дальше, приводило к обесцениванию бумаг, которые находились в залогах у банков. Что тоже порождало проблемы. То есть, какая-то прошла цепочка событий, и одно событие влекло другое, второе влекло третье, и мы оказались достаточно в тяжелой ситуации в восьмом году, осенью, зимой восьмого года. А вот если говорить о восстановлении в дальнейшем, то финансовые рынки быстро восстановились и набрали опять-таки те же обороты, а если говорить о банковском секторе? Ну, финансовые рынки по традиции быстро восстанавливаются после таких острых падений. Есть даже золотое правило, если уж быстро упали, так же и быстро восстановимся. Что касается конкретно финансового рынка страны, банковской системы, восстановление было достаточно продолжительным по времени. Государство оказывало помощь банковским системам. Были предложены на межбанковском рынке кредиты от центрального банка, которые поддерживали ликвидность банков, в которых имеются проблемы с ликвидностью. И, соответственно, это дало шанс банковской системе пережить острую фазу от восьмого-девятого года, когда мы ощущали последствия кризиса. Ну, красиво мы еще вернемся. Вы, Сав Леонидович. Следующий такой вопрос. — Известно, что ФРС США проводила во время кризиса и в дальнейшем довольно-таки мягкую денежно-кредитную политику. То есть мы видим, что первое ее ужесточение — это лишь начинается в 2015 году, когда впервые после 2006 года были подняты ставки. Вот с точки зрения эффективности было ли правильным это решение? Может быть, ставку следовало поднять намного раньше или, может быть, совсем не стоило было ее менять? — Ну, здесь на самом деле тоже есть очень много мнений. Я выражу свое мнение, заключается на следующем, в том, что вот кризис, который был в 2006-2008 году, такой глобальный финансовый кризис, он фактически был для многих участников рынка, и не только участников рынка, как бы новым. И те меры, которые подпринимало правительство и правительство разных стран, они фактически были, можно сказать, на ощупь. Вся история писалась как бы с чистого листа. Аналогии мировой практики такого не было. И правильно это было или неправильно, мне достаточно сложно оценить по одной большой причине, потому что прецедентов не было мировой истории. И, соответственно, да, это привелок к последствиям. Да, мы сейчас живем с тем, что имеем большую накопленную массу долговую и достаточно много токсичных активов имеем. Но, тем не менее, есть мнение о том, что, мол, мы только перенесли кризис, отсрочили. Но я склоняюсь к тому, что достаточно тяжелая была ситуация, и верного ответа не знал, наверное, даже Аллан Гринспен и другие экономисты нашей планеты, можно так сказать. Я добавлю, что именно вот введение ультрамягкой денежно-кредитной политики позволило, не позволило, а повлияло на развивающиеся рынки очень сильно тем, что при последующем повышении ставки был резкий отток с развивающихся стран. Потому что вот эти дешевые деньги потекли именно в те рисковые активы, которые поносили большую доходность. Поэтому там, возможно, и американский сектор восстанавливался не только за счет вот этой денежно-кредитной политики. И если гипотетически порассуждать, если бы мы не применяли мягкую политику, если, например, ФРС не пошла по этому пути, то мы бы имели проблемы, к примеру, абсолютно точно и ясно, с крупнейшими перестраховщиками типа АЕГ, которые страховали. И, возможно, мы бы уже потеряли этого страховщика. Мы бы имели проблемы не только уже с Лемон Бразерс, но и с другими участниками рынка. Поэтому достаточно сложно оценивать, что бы было. Да, и вот вторым важным шагом к борьбе с этим кризисом было административное регулирование принятия закона Додо-Франк или законного реформирования Уолл-Стрит в пользу потребителей. Вот если характеризовать его, то в чем состояла его основная суть? Ну, это естественная реакция любого государства зарегламентировать деятельность участников рынка, которые, собственно, и привели к кризису. Естественно, было желание государства написать четкие, ясные правила игры, по которым бы работали участники рынка. В принципе, оценка у этого закона достаточно противоречивая. Я знаю, что сейчас нынешнее правительство Соединенных Штатов в лице Трампа пытаются его, как говорится, нивелировать. Потому что сейчас у этого закона есть, как говорится, две стороны медали, плюсы и минусы. Плюсы то, что рынок зарегулирован, уже нет таких открытых позиций на фондовом рынке. То есть банки не имеют права уже распоряжаться денежными средствами и выставлять позиции на фондовых площадках. С другой стороны, смотрите, какая ситуация получается, что банки не имеют тех прибыли, которые у них были до 2008 года. Весь рынок восстановился после кризиса 2008 года. Это промышленный сектор, это и фондовые показатели. Индекс Dow Jones, Nasdaq, мы даже превысили показатели 2008 года, пика, точнее 2007 года. А вот банковский сектор по прибыли до сих пор не восстановился. И прямая причина этому закону ДОДОФРОМ. А если говорить об интернациональном регулировании, то в ответ на финансовый кризис, как известно, базальский комитет по надзору за банковским сектором в 2010 и в 2011 году выпустил документ «Базаль-3». Вот в чем содержание третьей части базальского документа и, переходя к российской теме, как происходит внедрение стандартов этого соглашения в российском банковском секторе? Ну, российский банковский сектор, мы, в принципе, первые шаги к базалью 3 увидели еще в 2013 году. Я так понимаю, внедрение заканчивается по срокам в 2019 году. В принципе, моя оценка внедрения стандартов базаль-3 достаточно нейтральная, потому что я, например, знаю, что действие, точнее, стандарты регулятора нашего центрального банка намного жестче, чем даже базаль-3. Это касается и нормы достаточности капитала, и остальных показателей. И я не вижу здесь каких-то проблем. Достаточно положительно оцениваю базаль-3, потому что, в принципе, мы, как участники глобального мирового рынка, и должны придерживаться этих стандартов. И многие у нас, наши банки, имеют курс счета за рубежом, вот, и я бы сказал, что это правило хорошего тона, как говорится, жить по стандартам базаль-3. А на международных финансовых секторах, как вот базаль-3 сказалось, могло ли стабилизировать действительно ситуацию? Либо вот так же, как и на российском секторе, это было достаточно мягкое решение по сравнению с регулированием национальных центральных банков? Мне сложно оценивать мировую банковскую систему с точки зрения внедрения стандартов базеля. Не глубоко погружался в эту проблематику, потому что живу, как говорится, в России, и мне это более интересная российская жизнь. Ну, насколько я знаю, банки были не в восторге от этих стандартов, имеется в виду европейские банки. И это им осложняло жизнь, и тех, я могу такое слово применить, сверхприбыли, бешеных, которые делались на финансовых производных, на финансовых площадках уже сейчас такого нет, и все достаточно зарегламентировано, достаточно жестко стандартизировано. Ну, естественно, это не нравится европейским банкам, мировым банкам. Хорошо, если вот переходить к российской теме, вот актуальной на сегодняшний день является тема подписания указа президентом 1 мая о том, что, по-моему, с 2018 года банки будут получать два вида лицензий, базовую и универсальную. Вот в чем отличие этих двух лицензий? И это политика продолжения оздоровления банковского сектора, либо это ответ на какие-то новые вызовы? Ну, я бы не связывал разделение лицензий с политикой оздоровления финансового сектора. Здесь, скорее всего, идет речь о том, чтобы систематизировать работу банков, и чтобы банки, можно так сказать, ну, я могу сказать по-простому, как бы, может быть, это возврат к СССР, когда один банк обслуживал тот или иной народно-хозяйственный сектор. Вот. И есть вероятность того, что мы, в принципе, идем к этому. Отличия, в принципе, достаточно существенные. Если банк с универсальной лицензией может оказать весь спектр банковских услуг, то базовая лицензия подразумевает какую-то конкретную операцию, например, участности кредитования малого и среднего бизнеса. Ну, я бы не связывал это с политикой. Хорошо. Вот если говорить о будущем, подводя итог нашей первой части нашей беседы о финансовом кризисе, о мировом банковском кризисе, вот насколько уверенно можно утверждать, что банковский сектор мира стабилен, и ему не предстоит встретиться и с вызовами нового глобального финансового кризиса в будущем. Вот Кеннет Рогов и Рейнхард в 2009 году выпустили книгу по итогам финансового кризиса «This time is different», в которой они четко дали понять, что глобальная финансовая система, сейчас живя в условиях капитализма, всегда подвержена риску. И вот все решения принимаются на основании риск-доходности, где риск присутствует всегда. И в принципе, кризис это время, это событие равнозначное. И может произойти как на разных рынках, как и на развивающихся. Вы отметили о том, что долговая проблема действительно еще с момента 2008 года назревает и все больше усиливается, мировой долг постоянно увеличивается, это становится снова головной болью и центральных банков, и государственных регулирований. Вот каково ваше мнение на будущие перспективы банковского кризиса, и как вы оцениваете высказывания Кеннет Рогов в их книге? Ну, такую гарантию не может дать никто, в том числе и банк. Банк является таким же субъектом хозяйственной деятельности, как и остальные предприятия. И кто может дать гарантию, например, микропредприятию, индивидуальному предпринимателю, предприятию среднего бизнеса, крупного бизнеса. И банк ничем не отличается от этих предприятий. Соответственно, никакой гарантии нет. Более того, я могу сказать, что если заглянуть вглубь истории, то даже великим государствам никто не давал таких гарантий. Вы прекрасно знаете о том, что такие империи, как Китайская империя, Монгольская, Римская империя, Египетская, они все под, как говорится, гнетом времени так и так приходили в упадок. И даже, как говорится, знаменитая империя, под которую никогда не заходит солнце, Британская, существовавшая более 400 лет, в 20 веке прекратила свое существование в том виде, в котором она была. Поэтому банки ничем не отличаются. И никаких гарантий никто не дает. Такой же участник хозяйственной деятельности. Ну что ж, тогда перейдем к другой теме, тоже довольно-таки интересной. Это финансовая технология. Мы знаем то, что они также имеют свои недостатки. Вот во многом они представляют собой ответ на вызовы, которые существуют в банковской системе на данный момент. Мы знаем то, что IT-технологии ворвались также и в банковский сектор, можно так сказать. То есть активно внедряются в деятельность банков на сегодняшнем этапе. Вот как вы оцениваете вообще преимущества использования технологии в банковском секторе и какое влияние они оказывают на трансформацию данной индустрии? Ну, смотрите, за весь мой период работы в банках я претерпел, и сам лично претерпел изменения, как сотрудник, как руководитель. И банк претерпевал за это время очень большие изменения. Если я вспоминаю, когда приходил в 2003 году устраиваться в банк, то это были стойки обслуживания клиентов с забронированным стеклом. И это был стандарт обслуживания клиентов. Все резко стало меняться где-то в хорошие года, в шестые, седьмые годы, когда уже взаимоотношения с клиентом выстраивались не за бронированным стеклом, а, как говорится, за столом. И специалист обслуживал клиента за столом без бронированного стекла. Кстати, пионером в этом был Альфа-банк, когда предложил такую схему обслуживания. После этого многие переняли этот опыт. Я могу сказать, что, например, период с 2003 по 2011 год, он такой достаточно был, развивался эволюционно, а вот с 2011-2012 годов прошла резкая революция. Связано это с резким входом в нашу жизнь, можно так сказать, IT-технологий. И сейчас, вот, например, период с 2012 года по 2017, мы живем в таком периоде, когда каждый год у нас что-то меняется, в том числе и в банках, в том числе и в взаимоотношениях с клиентами, в том числе и в обслуживании с клиентами. Уже слово «интернет-банк» ни у кого не вызывает, как говорится, шока, либо удивления. Это уже обычный, как говорится, продукт, который мы пользуемся каждый день. Банк пришел в мобильные приложения, в мобильный телефон, уже как обычное приложение, которым мы пользуемся тоже каждый день. И вот эта технологическая революция, которая произошла после 2012 года, наверное, здесь приложил руку небезызвестный многими любимый Стив Джобс из компании Apple, которая заставила меняться и сами банки. Мы уже по большей части, мы банковское сообщество и сам Альфа-банк уже смотрим на клиентов уже не через бронированное стекло, которое уже было 15 лет назад, и даже не через стол обслуживания клиентов, а именно через экран телефона, экран монитора. Мы уже видим клиентов, как говорится, в оцифрованном виде. И я так понимаю, что это будет и дальше идти, и дальше продолжаться. И мы больше всего будем уходить в интернет. И многие продукты будут так и иначе связаны с диджитализацией, есть такое слово, сейчас очень модно. И все, больше будем мы присутствовать онлайн. Вот нет ли опасений по поводу того, что банки вообще могут исчезнуть? Вот в 2016 году Фенополис проходил в Казани, там Герман Греф как раз-таки дискутировал с Олегом Тиньковым и другими банкирами о том, что банки вообще могут либо сильно трансформироваться, либо исчезнуть как финансовый посредник вообще с рынка. И человек останется с этим мобильным приложением, с онлайн-банком наедине. И вообще посредники в традиционном виде исчезнут. Вот какова ваша точка зрения на этот вопрос? Я являюсь, можно сказать, таким непосредственным участником обслуживания клиентов. И я могу сказать о том, что опасения о том, что мы полностью уйдем в интернет, в онлайн, я не разделяю это мнение. Больше разделяю точку зрения о том, что будет достаточно такая большая трансформация, которая приведет к тому, что мы будем по-другому смотреть на клиентов, клиенты будут смотреть по-другому. Полностью отказаться от живого общения. Человек-существо достаточно социальное, хотя и тоже уходит большей части в интернет. Но есть некоторые... Во-первых, потребности общения никто не отменял. А есть некоторые операции, которые мы не можем проводить без идентификации личности. Это противоречит законодательству в Российской Федерации. Это в том числе и безопасность клиентов. И по большому счету я не думаю, что мы полностью, что банки исчезнут в связи с развитием IT-технологий. То есть будет глобальная трансформация. Если говорить об Альфа-банке, то как он стремится опередить своих оппонентов в данной гонке, так скажем? Какие технологии внедряют? Какие новые продукты появились в линейке Альфа-банка в последнее время? Я опять-таки окунусь немножко в прошлое. Опять-таки вернусь в 2005 год. Когда мы впервые по сети, по всей России Альфа-банка, мы впервые стали убирать бронированные стекла для обслуживания клиентов. Для того, чтобы клиенты могли сидеть и обслуживаться перед сотрудником, как говорится. И мы были пионерами тогда в этом направлении. После этого был такой период, когда все банки, и мы в том числе, жили тем, что обслуживание клиентов в отделениях стало достаточно стандартизированным. У всех было все одинаково. Это уже не бронированные стойки, а столы. Клиенту предлагалось сидеть. И это продолжалось примерно, опять-таки я скажу, до 2012-х годов. 2011-2012 году. И когда резко стало развиваться IT-технологии, то, естественно, закономерно стал вопрос, а что делать дальше и как жить с этим. Но на самом деле любой вызов, в том числе и, можно так сказать, IT-вызов, это такое очень хорошее качество, хорошее событие, которое можно, в принципе, трансформировать под себя и вырваться в лидеры. Очень часто, кстати, есть такая шутка, очень часто она звучит в банковском сообществе, что Альфа-банк на самом деле не банк, а это IT-компания с банковской лицензией. Я знаю то, что, например, Альфа-банк выпустил специальные смарт-часы, то есть можно оплачивать покупки буквально за одну секунду прикосновением к терминалу. Подобные продукты какие еще есть? Может быть, карты кредитные? Смотрите, у нас очень много продуктов, которые так или иначе связаны с интернетом и с новыми технологиями. Говорить об интернет-банке и мобильном приложении уже достаточно, можно сказать, это обыденная вещь, его предлагают все, а по поводу упоминаемых вами часов, то да, у нас есть такой продукт, он достаточно пользуется большой популярностью, потому что, во-первых, он удобен, но, во-вторых, достаточно безопасен, в-третьих, это очень стильные и органичные вещи, которые позволяют с удобством расплачиваться. Мы также сейчас внедрили технологию Apple Pay и Samsung Pay, когда вы можете загрузить свою дебетовую карточку, либо кредитную карточку, свой телефон расплачиваться с помощью телефона, который поддерживает технологию PayPass терминала. Более того, мы сейчас уже внедряем, уже внедрили по Android-смартфонам, так как Android-операционная система очень многие производители производят, начиная от безызвестных китайских, заканчивая известных брендов Samsung, Lenovo и прочее. И всех их объединяет платформа Android, и, соответственно, под эту платформу у нас тоже есть приложение, и вы можете тоже расплачиваться с помощью телефона, банального, подойдя к терминалу обслуживания, либо в банкомате, либо в любом магазине, который поддерживает технологию PayPass. На самом деле, эта тема очень широкая, и в этой теме развития технологий нет ограничений. И мы постоянно думаем над тем, чтобы вам, потребителям, было удобно. И у нас есть целая лаборатория, которая так и называется Альфа-лаборатория, которая думает над этими, выражаясь молодежным сленгом, модными штучками, гаджетами, которые облегчают вам жизнь. Они мало того, что достаточно функциональны и практичны, выполняют ту роль, которую, в принципе, должны, это оплата услуг. Но они еще и выглядят очень красиво, и в том числе эти часы, и в том числе и браслеты, которые мы делаем, которые тоже можно расплачиваться. В общем, у нас достаточно большое количество карт, которые позволяют вам покупать со скидкой те или иные продукты. Например, карта NVIDIA, в которой вы можете копить бонусы. У нас есть карта совместно с компанией, самой известной, наверное, в игровом сообществе Wargaming, которая делает знаменитую игру World of Tanks, где вы можете накапливать игровое золото. У нас очень много продуктов, которые связаны так или иначе с новомодными тенденциями, с технологиями. Что ж, я думаю, это хороший тренд, когда банк проникает не только именно в денежно-кассовые операции какие-то, но и в целом в сообщество, и идет прямая связь с потребителем, не только в диверсифицированном рынке. Да, тот же Alpha Future People, который тоже проводится совместно с Альфа-банком, или даже организуется Альфа-банк. Да, Alpha Future People у нас организуется. В этом году у нас уже будет, я так понимаю, третий, четвертый Alpha Future People. Первый мы организовывали, я даже сам помню, мало кто верил в это мероприятие. Достаточно такой узкий формат музыки, который там подается, хотя достаточно популярно среди молодежи. Мы выступали не только организаторами, мы выступали и приглашали многих звезд электронной сцены. Мы предлагали расплачиваться на самом фестивале, уже исключив наличный оборот, только по картам, что, в общем-то, привело к тому, что люди выражали искреннюю благодарность за то, что можно было таким способом, легким расплачиваться и не держать наличку на фестивале, а полностью погрузиться в музыку. То есть, видимо, то, что действительно Альфа-банк следит за трендами, достаточно современные банки. Да. И вот если говорить о трендах в сфере карьеры и возможностей молодых студентов, вот наш телеканал студенческий, основной зритель – это студенты, которые в скором времени будут искать место трудоустройства. Вот Альфа-банк действительно такой инновационный, продвижной, трендовый банк. Как он взаимодействует со студентами? Какие возможности молодой человек может реализовать, придя в ваш банк? И какие к нему требования? Ну, я могу по поводу требований сказать одно. Нужно прийти и пообщаться с очарами, с нашими. Этого достаточно для того, чтобы мы рассматривали вас как кандидата. Самое главное, я такую фразу применяю, не быть равнодушным. Мы можем пробовать, приходить, стучаться, интересоваться. Вот то, что у нас происходит в нашей организации, в Альфа-банке, и то, что мы являемся лидерами в некоторых проектах, как Alpha Future People, как и сейчас мы являемся спонсорами чемпионата мира и Кубка конфедерации, которые будут у нас проходить в Казани, говорит о том, что мы открыты ко всему новому. А это новое нам приносит, приносите вы, студенты. Вы люди, которые начинают свою карьеру, в том числе и у нас. И благодаря вам мы меняемся, благодаря вам мы начинаем продвигать такие проекты, которые, в принципе, не продвигает никто. Тот же проект с Wargaming, он, по-моему, единственный, кто предлагает это. Тот же АФП, тот же чемпионат мира и Кубок конфедерации. У нас есть программы по поддержке студентов. Мы проводим в учебных заведениях и семинары, мы проводим в учебных заведениях и курсы, мы встречаемся с студентами, с деканатом. Мы очень заинтересованы в неординарных ярких личностях, которые, собственно, и меняют наш мир, меняют нашу организацию, наш банк, меняют всю финансовую систему, можно так сказать. И мы всегда рады таким людям, таким личностям. Всегда готовы и всегда держим дверь открытой. Что ж, Владислав, большое спасибо за интервью. Получилось очень содержательно и интересно. На этом первая часть программы подошла к концу. Далее обсудим ключевые события мировых финансовых рынков. Итак, мы начинаем вторую часть нашей программы, где проговорим о самых важных, актуальных событиях, которые произошли за последнюю неделю. Начнем с Татарстана. В Казани, в столице Республики Татарстан, на этой неделе проходит 9-й Казанский экономический саммит. Казань-саммит 2017 России и исламский мир. Основная тема в этом году – это исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. Наш телеканал подготовит специальный репортаж с этого саммита, который вы можете увидеть в последующем на наших официальных страницах и на самом телеканале. Теперь к России перейдем. В России самая актуальная тема на этой неделе – это достижение целевого уровня инфляции в 4%. Казалось бы, столь значимый рубеж в экономике должен стимулировать ее рост, стимулировать инвестиции, снижать кредитные ставки и помогать населению улучшением экономического состояния. Но много причин, по которым данная ситуация может не привести к этим результатам. Соответственно, сейчас у Центрального банка стоит задача уже не о таргетировании инфляции, а о том, как эту инфляцию сдержать действительно на низком уровне, который позволит привлечь, как они говорили ранее, инвестиции в экономику. Потому что низкая инфляция – это условия и необходимое качество инвестиционной привлекательности страны, которая позволит привлекать большие инвестиционные ресурсы и способствовать стабильной ситуации в экономике. Что ж, мы это посмотрим, как будет разворачиваться ситуация в макроэкономической повестке российской экономики. Ну и напоследок, отходя от российской темы, приведу результаты собрания лаборатории фундаментального анализа на этой неделе. В понедельник аналитики встречались с целью проанализировать двух лидеров металлургического сектора России – ММК и НЛМК. Две похожие компании, однако есть некоторые различия. Если говорить об инвестиционном анализе этих компаний, то на более среднесрочном горизонте от одного года рекомендуется к покупке акций ММК, которые имеют недооценку по мультипликатору PE, price earnings и общей оценке инвестиционной привлекательности этой компании. Также была принадлежа модель Гордона, которая показала, что акции недооценены примерно на 12 рублей, текущая цена это 33,5 рубля прогнозируемая, а в течение среднесрочного промежутка времени 50 рублей. НЛМК – это другой представитель металлургического сектора, более стабильный, более устойчивый и более диверсифицированная компания. Соответственно, на эту компанию с точки зрения инвестиций стоит смотреть с более дальним горизонтом. На этом лаборатория фундаментальной анализы в этом семестре прекращает свою работу и уже встретится в сентябре. Как известно, поговорка «Sell in May and go away». Поэтому аналитики прощаются с вами на текущий период. Встретимся в сентябре, и новые инвестиционные идеи будут поступать к вам заново. Посмотрим, что происходит на глобальных финансовых рынках. Взрывной рост криптовалют, иначе нельзя назвать то, что происходит на рынке на данный момент. Наиболее известная криптовалюта биткоин за пару последних лет взлетела на 645%. На данный момент рынок биткоина оценивается в 28,5 миллиардов долларов. Риппл, еще одна валюта, причем она старше биткоина, взлетела почти на 3500% за последние 11 недель. Это второе по величине рынок электронных денег. Его стоимость составляет 12 миллиардов долларов. Еще одна валюта – это эфириум, продукт 2016 года. Динамика примерно 10 тысяч процентов при росте котировок за 16 месяцев. Рынок оценивается в 8 миллиардов долларов. Это, конечно, выглядит заманчиво. Однако не стоит забывать, что официальную валюту имитируют Центробанки Суверенных Государств. И также то, что криптовалюта не является общепризнанной. Поэтому эксперты говорят, что рост вызван спекулятивным спросом. И будущее данных валют выглядит достаточно смутно. Из других новостей. На рынках Европы в лидерах нефтяной сектор, автопром в аутсайдере. Ожидания продления соглашения в рамках ОПЕК продолжают играть в пользу котировок нефти. Как результат, в ближайшие периоды акции компании нефтегазового сектора могут чувствовать себя достаточно неплохо. При этом, если соглашение будет подписано, то это значительно не повлияет на котировки акций, так как данные ожидания уже заложены в цены на протяжении текущей недели. Также с 11 мая Народный банк Китая влиял в финансовую систему 170 миллиардов юаней. Максимальную сумму за последние 4 месяца данное решение было вызвано тем, что подходил налоговый период и закрывались сроки погашения предыдущих операций РИПО. Таким образом, новостной фон на данный момент выглядит достаточно противоречиво. Учитывая фактор ФРС, данные можно расценивать в разном ключе. Также индекс S&P 500 встречает сопротивление на уровне 2400 пунктов, однако он может также подняться до отметки 2430 пунктов. Ну а дальше посмотрим те события, которые произошли на неделе. Так что держите руку на пульсе рынка и будьте в тренде. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова